Хочешь, сейчас увеличу твой интеллект на 15%? Смотри. Почувствовал что-нибудь? На самом деле, не шутил. Есть исследование, достаточно шумевшее в 20 веке, в области музыки и влияния музыки на наш мозг. Называется оно «Эффект Моцарта». И это исследование показало, что прослушивание музыки Моцарта способно увеличить твои когнитивные функции на непродолжительный период времени. И, казалось бы, все сразу стали, значит, все статьи стали выходить, что вот мы нашли, значит, таблетку для того, чтобы улучшить наши интеллектуальные способности. Какие-то губернаторы в разных штатах даже стали внедрять это в государственные программы. Но другие ученые достаточно быстро раскритиковали это исследование не потому, что музыка Моцарта плохая. Музыка Моцарта прекрасна. Если ты захочешь что-то послушать из классической музыки, Моцарт — отличный выбор. Просто оказалось, что не только музыка Моцарта на это способна. Есть еще большое количество музыки, которая действительно способна увеличивать наши интеллектуальные способности, пускай на непродолжительный период времени. И знаешь, о чем я хочу тебе рассказать? Я хочу рассказать, чем вообще классическая музыка отличается от любой другой музыки. Вот ты же наверняка слышала, что классическая музыка как-то особенно влияет. Ну, то есть, вот, это, мне кажется, в нашей среде всегда возникает такая мысль, ну, ты слушаешь классику, значит, ты образованный, интеллектуальный человек. Я бы сказал, что, во-первых, не только классическая музыка имеет такие способности. Вопрос в структуре музыки. То есть, сама структура музыки должна быть чуть сложнее. Вот у меня двое маленьких детей, им еще двух лет нет, и я по ним замечаю. В нашей семье запрещен синий трактор, вот, может быть, ты слышал эту песню. Но, к моему удивлению, дети с большой радостью готовы послушать это произведение, эту песню. Почему? Потому что наш мозг так устроен. Мы всегда предсказываем будущее. То есть, у нас черная коробка, мы вообще не знаем ничего, что происходит во внешнем мире. К нам поступают какие-то сигналы, и мы анализируем их и пытаемся предположить, что будет дальше. И вот эта способность предполагать, что будет дальше, для нас очень важна. А музыка, любая абсолютно, она имеет свои структуры. То есть, гармонические какие-то последовательности, мелодические фразы, да, аккордовые последовательности. И когда твой мозг в какой-то момент предугадывает, что совсем скоро будет такой же удар, там, не знаю, бочки, ну, музыкального инструмента, то ты получаешь небольшую порцию дофамина. То есть, тебе начинает это нравиться. И через какое-то время ты опять слушаешь и пытаешься предугадать, что будет дальше. Если ты предугадал, то ты опять получаешь небольшой вплеск дофамина. А вот если, например, ты слушаешь музыку и потом впоследствии, например, не угадываешь, что будет дальше, то порция дофамина сокращается. И ты меньше испытываешь удовольствия. Знаешь, как вот слушаешь какую-то новую мелодию. И, как правило, ты уже предполагаешь, что будет дальше. И если тебе нравится то, что будет дальше, то есть, ты предугадываешь, что это такое. Ах, мне это нравится. И наоборот, да, если какая-то неожиданный поворот, то есть, он может быть неожиданный, но знакомый тебе, и он тебе понравится. Или он может быть неожиданный, для тебя сложный, и ты подумаешь, ммм, какая-то ерунда, я не хочу дальше слушать. И классическая музыка, она чуть сложнее, чем простые популярные песни, которые мы слышим достаточно часто. Почему? Потому что, конечно, нам проще реагировать на более простое что-то. Я думаю, что это, ну, очевидно, с любым направлением, да, то есть, возьмем мы там, не знаю, юмор, возьмем твое понимание какого-то другого языка, например, да. То есть, если что-то чуть сложнее, то это требует твоей интеллектуальной какой-то работы. Но потом, когда ты совершаешь эту интеллектуальную работу, ты начинаешь понимать, то есть, предсказывать, что будет дальше. И, казалось бы, такая маленькая часть, наша способность предсказывать будущее. Но, тем не менее, более 70% нобелевских лауреатов, а вместе с ними огромное количество миллиардеров, занимались классической музыкой или были как-то связаны с музыкой и с музыкальным воспитанием в детстве. То есть, что происходило, когда другие слушали какую-то простую музыку, понятную, назовем понятную, да, они слушали более сложные структуры, они играли более сложные структуры. Соответственно, в их голове начали образовываться новые связи, более сложные связи. То есть, занятие музыкой в детстве увеличивает связанность, межполушарную связанность на 30%. А теперь представь, вот мозг обезьяны и мозг человека на 99% идентичен. То есть, всего лишь 1% сделал нас человеком. Понимаешь? 1% разницы. И выходит, что когда у людей появляется небольшое преимущество связанности нейронов головного мозга, они могут видеть то, что не видят другие. Они могут предсказывать то, что другие не могут предсказать. Вот, собственно говоря, в этом-то и есть отличие классической музыки от других, более простых форм. Но я не говорю, что в электронной музыке нет сложных структур. Есть. Просто большинство людей не слушает эту музыку. Я не говорю о том, что в эстрадных песнях нет более сложных структур. Есть. Но это всегда не про массовый продукт. Это всегда про что-то чуть более сложное и чуть более непривычное слуху. Классическую музыку не то, чтобы невозможно предугадать. Просто когда ты с ней сталкиваешься, для тебя она новая, и ты не понимаешь, что это такое. И ты слушаешь, и тебе кажется, что ты не знаешь, что будет дальше. Но как только ты начинаешь погружаться, то есть что такое погружаться, это тратить время на прослушивание этой музыки или же заниматься этой музыкой, ты начинаешь находить эти закономерности, ты начинаешь понимать эти закономерности. Следовательно, ты развиваешь свой мозг и можешь предугадать, что будет дальше в классической музыке. И получаешь такое же удовольствие, как, я не знаю, популярных песен, такое же получаешь удовольствие и от классической музыки. Ну, скажем, не только классической музыки, а от более сложной музыки. Как мне кажется, очень интересное исследование провели не так давно, и оказалось, что если ты хочешь увеличить связанность нейронов головного мозга, раньше считалось, что только в детстве можно было развить свой мозг. Безусловно, в детстве ты можешь развить так, как ты не разобьешь его во взрослом возрасте. Но оказалось, что если ты будешь слушать новые музыкальные формы, как минимум 2-3 раза в неделю по 30 минут ты можешь увеличить связанность нейронов головного мозга. А это, в свою очередь, тебе поможет решать другие задачи, развиваться в других направлениях, потому что ты будешь использовать именно эти инструменты, то есть связанность своих нейронов для своих целей. Интересный факт, что наша зрительная кора головного мозга, то есть то, как мы потом будем все видеть, рождается благодаря нашей слуховой коре. Слуховая кора первичная. Это лимбическая система мозга, то есть та часть мозга, которая отвечает за все ваши эмоции, за все ваши ощущения. Именно поэтому я считаю, что звук гораздо сильнее может воздействовать, чем какое-либо визуальное изображение. Именно поэтому музыка, наверное, отличается от всех видов искусств, потому что музыка как... Ну, если мы не будем брать искусства, в которых есть и музыка, и что-то еще, но музыка сама по себе может гораздо сильнее воздействовать на твое эмоциональное состояние, но не только на эмоциональное. Об этом мы с тобой обязательно поговорим. Так вот, отвечая на твой вопрос относительно ребенка в утробе матери, безусловно, я думаю, что если мама слушает классическую музыку, это точно на пользу, по крайней мере, ее психоэмоционального состояния. То, что это как-то уникальным образом разовьет интеллект малыша, скорее всего, нет. Скорее всего, по крайней мере, исходя из исследований, лучше всего развивает интеллект ребенка занятие музыкой, желательно на одном или двух музыкальных инструментах в возрасте до 8 лет. Для многих людей, конечно, приятнее думать, что вот есть какое-то такое направление, такой жанр, классическая музыка, и вот именно она способна как-то развивать интеллект. Но я должен сказать, что не только классическая музыка. Есть огромное количество неоклассики. Это более простой жанр, например. Более простой, более понятный. Современному слушателю более понятный жанр. Но, тем не менее, это может быть дверь в то, чтобы начинать понимать какие-то формы, которые есть в классической музыке. Помимо этого, есть огромное количество джазовой музыки, которая крайне сложная для восприятия, в которой очень сложные ритмические, гармонические и мелодические рисунки. И она также способна развивать твой интеллект. Если мы говорим про интеллект, есть и эстрадные произведения, эстрадные песни, которые тоже более сложные. Я думаю, что ты прекрасно понимаешь, что есть разница между произведением, скажем, богемской рапсодии группы Queen или Gangnam Style, исполнительный Псай. И это то, что достаточно очевидно и понятно любому слушателю. Вы отлично поймете, это простая музыка или сложная. Просто вот этот уровень сложности музыки вы можете выбирать, исходя из своего понимания музыки на данном этапе. И если вам какая-то музыка на данном этапе кажется скучной абсолютно, то это говорит лишь о одном, что вам пока она непонятна. И вам нужно находить ту музыку, которая вам будет понятна, то есть она будет вам откликаться и постепенно расширять свой музыкальный кругозор. Подводя итог, значит, если ты хочешь увеличить связанность нейронов головного мозга своего, то тебе подойдет 2-3 раза в неделю по 30 минут, прослушивать новые жанры музыки. Желательно делать это с полным вниманием и вовлечением. То есть, сидя в телефоне, не получится развить что-то новое. Да, это как учить иностранный язык во сне. Но что самое интересное, что тебе потребуется не так много времени, и ты уже начнешь понимать новые жанры музыки, а вместе с этим ты сможешь решать какие-то более сложные задачи в своей жизни. Я смотрю, что у тебя возник вопрос о концентрации на 30 минут. Значит, я тебе в следующий раз обязательно расскажу, как при помощи бионеральных ритмов можно повышать свою концентрацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok